Не испугаться мороза и отправиться купаться в ледяную воду. На такое в ночь на 19 января решились сразу несколько тысяч жителей Ульяновской области. Ощущения после омовения непередаваемые, особенно у новичков. По информации городской администрации, за ночь в областном центре почти три тысячи ульяновцев пришли на прорубь и пели праздновать крещение. Больше половины из них прошли обряд омовения. В Ульяновске для купания отведено восемь мест. И традиционно одно из самых массовых – это иордай на реке Свиягу у автомеханического техникума. А если быть точнее – около храма в честь сошествия Святого Духа. Здесь уже много лет подряд купанием предшествует уникальный для Ульяновска крестный ход. В древности, чтобы показать, что Христос пришел не куда-то, а именно на воду, крестный ход направлялся именно к источнику воды близлежащему. Поэтому на Руси всегда крестные ходы были зимой для освещения именно источника воды. В этом году впервые крестный ход от храма до Свияги возглавил митрополит Симбирский новоспасский Лонген. Вместе с прихожанами и священнослужителями он совершил чин великого освящения воды. Затем владык осветил воду в самом храме в честь сошествия Святого Духа на апостолов. Сначала было немного волнительно, так как я впервые участвовал в подобном крестном ходе. Раньше на крещение мне не доводилось принимать участие в крестном ходе. И вот сегодня, слава Богу, я смог выбраться в храм и принять участие в крестном ходе. Впечатления самые лучшие. Конечно, официальной инструкции, как проводить крещение, не существует. Однако для многих праздник связан с купанием в проруби, которое якобы призвано напомнить людям о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. И как многие считают, чтобы смыть с себя грехи и очистить душу. Хотя по церковным канонам это не обязательно делать. Важно помолиться, причаститься и исповедаться. Анна Тищенко, Ирина Антонова, Юрий Конихин, Уллправда ТВ. Покаяние – это изничтожение греха. Грех, греческое слово «амартия», интересно, это вообще-то промах, промахнуться. То есть, пока согрешить – это промахнуться. Мы же все что-то делаем, говорим, думаем. И если мы делаем, говорим, думаем по-божье, то мы попали в десяточку – все хорошо. А вот случается дать промах. Дать промах – это согрешить. Это греческое слово, оно очень назидательное. Уже само по себе. Не попадание в цель. И прежде чем поговорить о двух покаяниях, я бы хотел обозначить проблему, которая в нашей церкви была обозначена уже к концу XIX века. Так или иначе жила весь XX век. Но, понятно, в эпоху гонения нам не до жиру быть бы живу, не до богословия было. Хотя в начале века это все обсуждалось. А потом уже в послевоенные годы, еще в советские, когда уже немножко подуспокоилось, а потом, тем более, перестройка, все стало свободно, тема опять очень ярко всплыла. Наверняка многие из вас знают о таких вещах, но покаятся, значит, получить прощение, очиститься. И вот тут есть так называемая юридическая концепция и не юридическая. В наше время, для тех, для кого эти слова что-нибудь говорят, я бы хотел просто сначала, как говорится, почву прощупать, а потом я скажу, что они означают. Вот какая юридическая концепция, это правильно или нет? Ну, так, нет ответа такого, да, то ли, вы заняли выжидательную позицию, это мудро. Как бы что-нибудь неправильно сказать. Да, что мне тогда влететь, да, что мне дать тот самый промах. Да. Юридическая концепция, только ленивая ее сейчас не ругает. Конечно, ее очень сильно поругал Алексей Ильич Иосифов. А это, ну, в нашей церкви за последние лет сорок, наверное, самый популярный, самый яркий такой лектор и богослов. Но это подхвачено и большинством других. И не им придумано. Вот. Уже дореволюционные богословы расходились. Причем, что такое юридическая концепция, чтобы все-таки говорить понятно. Юридическая концепция – это преступление, наказание. Добродетель и вознаграждение. У Бога так все. Вот это юридическая концепция. За преступление, наказание. Бог наказывает за грехи. Грех – это преступление. Вот. И есть в Писании такие слова всякое преступление – есть грех. Всякое беззаконие – есть грех. Вот. И за преступление, наказание. А наказанного надо простить. Ну, чтобы его спасти от наказания. Вот. Ну, и вот здесь вся жизнь. Вроде бы оно так. Вот, кстати, если взять катехизм Филарета, догматику митрополита Макария, то там юридическая концепция полностью господствует. Вот это. Вообще, вот Бог наказывает за что-нибудь? Вот. Вижу, что нет. Говорят, что Бог ни за что не наказывает. Поэтому родители сейчас за что-нибудь наказывают детей? Тоже нет. Воспитывает. Да. Не наказывает. Таким образом, юридическая концепция отказана в праве на существование. То есть, нет никаких наказаний. Нет возмездия. Нет мздовоздаяния. Хотя, вот, из Священного Писания, если сейчас открыть, можно с легкостью несколько сотен текстов, где говорится о наказаниях и вознаграждениях. Причем и в Ветхом Завете, и в Новом Завете нисколько не меньше. Ну, на это всегда говорят. А это просто так говорят, но не так думать надо. То есть, что это просто такое словооборот. Словооборот. Что на самом деле... Ну, какой берут пример? Ну, вот, если... Если человек перепил и в результате ему плохо, это ему наказание, это последствия греха, да? То есть, вроде никто же его не наказывает, да? Вот, это просто последствия греха. Это последствия греха. Вот. Но, тем не менее, а если эти человека в тюрьму посадили, это наказание? А если ремешка отдали... Это наказание, да? В книге, в Библии сказано «Не жалей, разги для сына твоего». По Библии. Книга при мудрости Иисуса сына Сирахова. Вот. То же самое у Соломона в притчах. Вот. И в Новом Завете очень много таких текстов. Так вот, наказание или только последствия? Толстенные книги почтеннейших богословов, некоторые из них лику святых причисленные. Об этом говорят. Вот знаете, я от юности физик, и мне вот легко как-то вот мыслить такой категории, что всякое явление описывается в той или иной системе отчета. Вот мы сейчас с вами сидим. Чего боитесь-то? Сидим. А поезд, который проходит мимо Ульяновска для сидящих там в купе, мы что делаем? А для человека, который живет на Луне, мы что делаем? Вообще крутимся. Так сидим, линейно движемся или крутимся? Ну, ответ, я думаю, и не физикам, всем понятен. Это зависит от системы отчета. Смотря в какой системе отчета на нас смотреть. Вот. Так вот, в богословии, в философии то же самое. Тоже есть система отчета. Не можно говорить просто так самую истину. Мы иногда думаем, что мы это делаем. И вот тогда мы становимся такими ультра-ортодоксами. Кстати, неважно в чем. В вере, в философии, в политике и даже в науке. Везде есть ультра-ортодоксы. Это всегда люди, которые забывают, что всякое явление, оно рассматривается в той или иной системе отчета. Вот есть система отчета юридическая. И она есть. Юристы есть? Есть. Я даже подозреваю, что и здесь сидящих у кого-нибудь да есть юридическое образование. Потому что много сейчас юристов. И на явление можно смотреть с точки зрения юриспруденции. Это грех? Смотреть на явление с точки зрения юриспруденции. Нет. Это просто такая система отчета. Так вот в системе отчета юридической грех это преступление. Бывает за него наказание. Добродетель это то, что надо. И бывает за него вознаграждение. И не надо этого стыдиться. И тем более с этим воевать, как будто это какая-то чутленная ересь. Даже вот то ли в Спасе, то ли в Союзе священник говорит, вот есть такая ересь и вот юридическая концепция. Какая же это ересь? Это такая система отчета. И любой из нас время от времени мыслит в юридической системе. И это не есть зло. В юридической системе это выглядит так. А есть другая система. Условно назову ее терапевтическая. терапия это лечение. Это исцеление. И вот в терапевтической системе отчета грех это что? Болезнь. Из-за болезни, конечно, никто никого не наказывает. А болезнь имеет свои тяжелые последствия. И болячего надо простить. Вот прикиньте, завотделение зашел в палату и сказал, что дорогие пациенты, я вас прощаю за то, что у вас пневмония. Самый лучший врач. Вот если прокурор зашел в камеру и сказал, я прощаю вас, хлопцы, тогда бы открылись двери, они бы оказались на свободе. А врачу надо исцелить. Таким образом, в терапевтической концепции, системе отчета, грех это болезнь, последствия греха это боль, это плохо, вот, а спасение от греха это исцеление. Таким образом, эти две концепции никогда не надо сталкивать и говорить, что вот это правильно, а то неправильно. И то правильно, и то правильно. Нам нужны и юристы, и медики. И вот богословие нам нужны и юристы, и медики. И спор этот можно закрыть, как только вспомнить, что никто не изрекает истину самую. Истина самая это одна и это кто? Да, даже не что, кто Христос. Это даже не учение Христова, а это Он Сам. Христос.